Итак, у нас сегодня второе занятие. Занятие, посвященное игрокам рынка. Слайдик первый откроем, посмотрим на первый слайдик. На нем уже знакомая картинка нам с первого занятия. Как и обещал, я удалил левый верхний угол и правый нижний угол. Я удалил искусственные деньги, те, которые мы выпрашиваем, насосы такие называют. И с правого нижнего угла ушли конкуренты, для того, чтобы пока просто не мешать. И я хочу рассмотреть сегодня естественные движения товаров и денег. Еще раз напомню, слева внизу у нас поставщики-производители-торговцы, у которых мы берем какие-то товары и которым мы даем какие-то деньги. А сверху у нас потребители-покупатели, и от них мы получаем деньги и им даем товары. Вроде бы снаружи это смотрится вот так вот красиво. На самом деле, во всем этом очень много двусмысленных понятий, очень много подразумевается. К примеру, в самом начале ты спрашивал, это розничная торговля у нас будет или оптовая. Так вот, мы никогда не знаем точно, какое количество нам придется продавать. И любая розничная иногда превращается в оптовую, а иногда оптовая в розничную. На самом деле, эти игроки называются совершенно иначе. Для того, чтобы разобраться с этим, мы сегодня пройдем все занятие. Второй слайдик откроем и посмотрим на два таких понятия, которые очень часто путают. Это понятие продукт и товар. Посмотрим на метаморфозу. Представим себе, что у нас есть какой-то производитель. Какой-то производитель что-то произвел. Как люди становятся производителем? Почему люди становятся производителем? Ну, они где-то в мире, где-то в пространстве не могут найти для удовлетворения своих потребностей какой-то продукции. Начинают ее делать сами. По каким-то причинам. Кто-то от голода, кто-то от нереализованных амбиций. Начинают делать какую-то продукцию так, как он бы хотел ее видеть. То есть он посмотрел на рынок, посмотрел вокруг себя, не нашел по потребительским характеристикам. Запомним эту фразу, она нам часто будет потом нужна. По потребительским характеристикам не нашел нужного и решил его сделать сам. И вот когда он его делал, в дело вмешались какие-то материальные факторы. Качество сырья, технологии. У него получился какой-то продукт. Вместо задуманного у него получился какой-то продукт. И этот продукт кем-то должен быть потреблен. И считается, что производитель, который продукт какой-то отдает потребителю, он уже торгует этим продуктом. На самом деле потребителю для того, чтобы потребить этот продукт, не всегда обязательно его покупать. Так иногда производитель делает какой-то продукт для внутреннего потребления. И торговли здесь может не быть. Но считается, что какой-то потребитель, какому-то производителю за продукт дает деньги. Вот у нас есть производитель, и у нас есть потребитель, как две крайние точки. Слева производитель, справа потребитель. Если производитель будет производить много продукта, но этот продукт не будет потребляться, мы получим перезатаривание продукта, его станет очень много, и рынком он будет оцениваться очень низко. И тут мы получаем картину, когда нам не все равно, какими порциями, как, когда, где этот продукт будет предлагаться рынку к обмену. И вот как только кто-то этот продукт предлагает рынку к обмену, у него появляется такое понятие, как цена. Потому что до этого у нас был продукт, и ценились у нас его потребительские характеристики. А как только мы его продаем, то потребительские характеристики могут уходить на второй план. Например, ты покупаешь продукт для перепродажи. Ты не собираешься сам потреблять этот продукт, и тебе его потребительские характеристики менее важны, чем покупательские. И вот тогда, получив этот продукт, ты его превращаешь в товар и отдаешь покупателю. И этот покупатель отдает тебе деньги. Итак, продукт, представленный к обмену, становится товаром. Очень часто в этот момент задают вопрос, а не одно ли это и то же. Для того, чтобы очень быстро понять разницу, я беру продукт под названием стиральный порошок, продукт под названием зубная щетка, объединяю их в комплект и получаю новый товар, который товар один, а продукта внутри два. Вот так я беру и создаю товар из двух продуктов. Есть и более сложные товары под названием фьючерсы, когда мы продаем право, а самого продукта еще нет. Но это опять будет какой-то товар, что-то мы предъявили к обмену, и за что-то хотим получить какие-то деньги. И вот тут появляется разница между продуктом и товаром. И я хочу, чтобы на втором слайде мы зафиксировали то, что у производителя есть потребитель, и он ему поставляет продукт, а у продавца есть покупатель, и он ему поставляет товар. Перейдем на слайд 3 и рассмотрим более подробно эту цепочку. Итак, у нас с тобой слева производитель, справа потребитель. И на первой транзакции производитель у нас будет выступать в роли продавца. И он продукт, как продавец-производитель, передает какому-то покупателю. И этот покупатель новый, уже как другой собственник этого продукта, превращает его в товар, передает какому-то другому покупателю. Будем называть это, берет оптом, потом передает в розницу. И как только эта цепочка заканчивается потребителем, то этот товар превращается в продукт. Это у нас движение слева направо. Продукт-товар, снова продукт. А справа налево у нас двигаются деньги. И вот смотри, получается, вверху у нас одно и то же, вроде как разные названия имеют, а внизу у нас одно и то же, пока имеет одно название. Но на самом деле, смотри, деньги у нас тоже разные, они разный функционал несут. И для того, чтобы как-то отделить эти деньги, я на четвертом слайде назвал тоже их по-другому. Вот смотри, слева у меня производственные деньги, они нужны для производства. В середине у меня коммерческие деньги, так называемые оборотные торговые деньги. Они нужны для того, чтобы двигался товар. А справа у меня потребительские деньги. За этими деньгами люди обычно ассоциируют какие-то удовлетворения своих потребностей. И одна и та же сумма в разных этих частях может нести разный смысл и разный функционал. И любой торговец очень хорошо понимает, что через него проходить может миллион долларов, но как потребительский миллион он никогда не будет использован. И вот потребительский миллион будет совсем не равен коммерческому миллиону. При этом очень часто под деньгами мы подразумеваем оценку каких-то товаров, сырья, инструментов, которые не являются фактическими деньгами. Здесь появляется достаточно много путаницы. И вот для того, чтобы эту путаницу разделить, я хочу, чтобы мы посмотрели, как наши продукты, товары и различные типы денег взаимодействуют в рынке, переходя по всей цепочке возможной рынка от производителя к покупателю. Посмотрим на слайд номер 5. И на этом слайде я желтой зоной такой выделил, что мы будем считать торговцами. Я производителя торговцам не считаю, хотя он в цепочке участвует. Итак, у меня есть не торговец-производитель, какие-то торговцы внутри цепочки и не торговец-потребитель. Хотя справедливости ради нужно заметить, что наш потребитель тоже может являться торговцем, потому что на вторичном рынке наш потребитель будет продавать либо комиссионной торговлей заниматься, либо может куда-то на базар, допустим, ту же машину отогнать. И по сути он все равно будет являться продавцом. Но за вот этой вторичного рынка машиной он не будет видеть торговые цепочки, он не будет видеть торговые задачи. Он просто хочет эту машину с доплатой поменять на другую. И деньги по-прежнему им будут подразумеваться потребительские. То есть он хочет эту машину поменять на какие-то потребительские деньги, добавить туда еще потребительские деньги и для удовлетворения потребностей опять купить какой-то продукт потребления. То есть такие вопросы, как ценность, оборачиваемость, ликвидность и так далее, чисто торговые термины, для него не будут иметь никакого смысла. И вот теперь мы подробнее посмотрим, кто у нас может скрываться под названием торговцы. Шестой слайдик посмотрим. Есть типовые зверушки. Типовые. Все остальные у нас будут некие производные от этих главных типовых зверушек. Так, производитель у нас что-то произвел, передал эту продукцию дистрибьютору. Дистрибьютор эту продукцию передал дилеру. Дилер передал эту продукцию рознице. А из розницы ее забрал потребитель. Теперь мы посмотрим чуть ниже картиночка на шестом слайде. Название рынок. И вот эти зверушечки у нас имеют двусторонние связи. Напомню с прошлого занятия, что стрелочка для меня носит очень важный характер. Это не просто черточка как связь. Стрелочка указывает инициативу, кто на кого воздействует. И мы видим, что в рынке все друг на друга воздействуют. Влево и все друг на друга воздействуют вправо. Рассмотрим чуть подробнее цели и задачи производителя, дистрибьютора, дилера, розницы, потребителя. Так, какая задача у нас производителя? Когда задаешь этот вопрос большой аудитории, многие сразу начинают кричать, получить прибыль, заработать денег. На самом деле, очень редко у производителя стоят такие цели. Как правило, основная задача производителя – производить. В чем отличие производителя и торговца? У производителя есть станки, инструменты, рабочая сила, которую необходимо загружать. Если производитель простаивает, то его операционные издержки очень высокие. Он каждый день что-то теряет, только потому, что его люди стоят, а он обещал их загрузить. У торговца таких людей гораздо меньше, и поэтому операционные издержки у торговца меньше. Кроме того, производителя люди умеют производить только конкретные продукты. Если сейчас они не могут производить эти продукты, им неоткуда взять деньги, кроме как кредитоваться или где-то займы какие-то устроить. Если у торговца какой-то продукт продается плохо, он просто переходит в другой продукт и делает из него новые товары. И поэтому загрузить торговый персонал гораздо легче, чем загрузить производственный персонал. Рассмотрим, на что тратит деньги производитель. Производитель у нас тратит деньги на сырье, на инструменты и на технологии. При этом размер закупки сырья не всегда совпадает с размерами продажи партии продукта. То есть сырья берется на технологический цикл. И поэтому, если мы считаем, что мы какими-то порциями у производителя покупаем, и это уже хорошо, на самом деле это может не удовлетворять целям производителя. С другой стороны, мы должны хорошо понимать, что если у производителя продажи налажены плохо, то стоит нам предложить условия, которые позволяют ему сырье покупать в рамках технологических процессов его, и он у нас уже будет нас любить. Очень сильно. И он нам отдаст предпочтение всегда больше, чем всем остальным. Почему? Потому что мы задумываемся о его целях, и его выгоды не торговые. И мы хорошо понимаем, что наши торговые выгоды должны быть сбалансированы с его производственными выгодами. Теперь посмотрим, какими порциями производитель отдает продукцию следующему по цепочке. Он отдает транспортными партиями. То есть с ним достаточно сложно, с нормальным производителем, обсуждать килограммы, тонны. С ним обсуждается фура и вагон. При этом в фуре, в вагоне партии могут отличаться размером палеты. То есть минимальная партия у нас палета, а отгрузочная партия нормальная это машина-вагон. При этом скорость отгрузки должна быть сбалансирована со скоростью прихода новой продукции на склад. Сам производитель очень тяжело справляется с задачами регулирования, распределения продукции в рынке. Его основная задача – производить. именно функцию распределения дальше в рынке, раздачу прав торговли, квот торговли – этим занимается дистрибьютор. Его основная задача – сделать так, чтобы со склада у производителя продукция в рынок уходила с той скоростью, с какой он выдает на склад новую продукцию. Кратно транспортным партиям. И при этом, чтобы деньги к производителю поступали в таком объеме, чтобы производитель мог всегда иметь загрузку своих технологических линий, своих производственных линий. И не всегда дистрибьютор с рынка может брать деньги с той скоростью, к которой требуется производитель. Поэтому дистрибьютор иногда какие-то деньги берет предоплатные для того, чтобы выровнять производителю технологические цепочки. Дальше. Дистрибьютор, получив транспортную партию от производителя, начинает распределять ее между территориями. Может ее распределять со склада производителя, может иметь какие-то логистические склады дальше. Но основная задача – дальше распределить этот товар на какой-то территории. Если очень упрощенно брать, производитель у нас находится где-то за территорией страны, дистрибьютор у нас ввозит в страну, дилеры находятся в областях. Но это очень-очень упрощенно. То есть для внешнего рынка. У нас на внутреннем рынке тоже такие же есть деления. Есть какой-то производитель, он каким-то дистрибьютором отдает для того, чтобы они транспортные партии согласовывали с технологическими циклами производителя. И дальше дистрибьютор распределяет что-то по областям. Основная задача дистрибьютора прокачивать через себя продукцию кратно скорости, которая нужна производителю. И прокачивать через себя деньги назад к производителю с той скоростью, с какой требуются оплаты производителя. Для этого он выбирает одного или нескольких дилеров и дальше с ними налаживает отношения. Дистрибьютор, как правило, отгружает дилерам палетные нормы. То есть дистрибьютор не занимается разборкой палет, он берет большую фуру, мы назовем это крупный опт, распределяет палеты между дилерами. Собирает заказы и распределяет палеты. Дилер поставляет какую-то продукцию дальше, розницы. Розница выставляет эту продукцию на витрину так, чтобы это было красиво и удобно для конечного покупателя. Но конечные покупатели разбирают эту продукцию неровно, нелинейно. И поэтому первый заказ может быть достаточно красивый, хороший, а потом розница будет делать заказ в соответствии с ассортиментными дырами. То есть у нас какой-то товар будет уходить быстрее, какой-то медленней, и дилеру от розницы будут поступать заказы таким образом, каким выбирает рынок потребителей. Дилер должен собирать эти заказы так, чтобы транспортная составляющая для розницы была наименьшей. Вот у нас получилась вся цепочка, и теперь в этой цепочке игроки каким-то образом все друг на друга как-то влияют. Это изображено на картиночке чуть ниже, на шестом слайде под названием «Рынок». Нам кажется, что все эти игроки конкурируют друг с другом. Им часто тоже так кажется. Более того, они часто пытаются занять несвойственную себе позицию. Это мы тоже разберем чуть позже. На самом деле вся эта цепочка может быть представлена как цепочка кровообращения у человека, и основная ее задача грамотно, без задержек, продавливать, грубо говоря, кровь слева направо и кислород справа налево, насыщая производителя и всех остальных нужными соками. Но не все одинаково знают правила торговли, не все одинаково знакомы с целями друг друга, не все родились у нас со знаниями, и поэтому существуют различные конфликты. Мы сейчас эти конфликты рассмотрим. Первый конфликт основан на том, что мы не знаем, какое есть общее давление, общее давление рынка. представим себе, что рынок насыщен хорошо деньгами, легко дают кредиты, люди очень хорошие имеют доступ к деньгам, они сразу развивают потребление, и потребительские свойства товара для них важнее, чем скорость, с которой они выбирают этот товар. Они очень легко тратят, потому что очень легко к ним эти деньги попадают. И тогда производители начинают давить на всех потребительскими качествами товара, продавливая товары все больше и больше в рынок. И тогда общее давление слева направо от производителя на потребителя. Денег достаточно для рекламы, денег достаточно для промоушена, денег достаточно для кредитования, и производитель легко размещает продукцию в рынке, и торговцы легко превращают товар в деньги. Такие рынки называются растущие. Но в какой-то промежуток времени все же не может расти вечно. Наш потребитель теряет доступ к легким деньгам, кредиты прикрываются, денег становится меньше, и люди начинают свои деньги ценить больше, чем те товары, которые предлагают за эти деньги. И начинают своими деньгами диктовать торговцу, что они хотят видеть. И начинается давление справа налево. Так торговец тоже начинает давить на производителя, требуя ему выдавать только то, за что сейчас соглашаются платить. Такие рынки называются падающими, и давление изображено на слайде 7, на второй строчке, справа налево. Но это так называемые глобальные давления. Для того, чтобы их уловить, нужно смотреть за очень большим количеством факторов. Естественно, наши торговцы за этим большим количеством факторов следить не могут, но я вас учу быть хорошим торговцем и учитывать в своей торговле все факторы, которые влияют на рынок. И мы должны очень хорошо знать, какие факторы нам помогают, какие мешают, для того, чтобы принимать грамотные решения вовремя. Слайд номер 8. На нем показаны локальные ситуации, которые могут случаться на рынке время от времени. Так, рассмотрим ситуацию первую. Когда у нас были растущие рынки, они перешли резко в падающие, где-то на каком-то рынке произошло перезатаривание и теперь уже потребители начинают давить деньгами, но ни розницы этого нормально заметить еще не успело, ни дилеры, ни дистрибьюторы и они по привычке передают то давление, которое на них оказывает производитель, дальше по цепочке. Но потребитель уже это давление принимать не хочет и он начинает давить со своей стороны. И тогда розница чувствует колоссальное давление, торговля в рознице начинает останавливаться, потому что деньги начинают проходить медленнее, чем товары. В результате смотрите, производитель зависим от своих технологических циклов, ему нужно, чтобы со склада продукция уезжала так же быстро, как и уезжает, потому что он поставляет на склад с определенной ровной скоростью. И поначалу он считает, что и деньги тоже будут приходить хорошо. И он не заметит сначала отсутствие прихода денег от конечного потребителя, а даже если заметит, подумает, что это временный какой-то спад и покредитуется, где-то возьмет деньги у акционеров или у банков с надеждой, что он сможет продать этот товар, что просто чуть-чуть упал спрос. На самом деле это уже достаточно критичная ситуация. При этом смотрите, давление дистрибьютора и дилера на розницу оказывается слева направо очень сильно и дилер не понимая, что происходит, не имея хорошего общения с розницей, делает вывод, розница скурвилась, розница стала плохо работать. То есть, если раньше они хорошо работали, хорошо нам деньги давали, теперь они почему-то у нас заказывают меньше и денег платить не хотят. Надо открыть свою розницу. И вот тут начинают появляться ошибки. Они начинают выдавливать розницу с рынка. При этом сами они несли другой функционал. Задача у них на рынке была совершенно другая. Представим себе, что человек, который занимался животноводством, вдруг решает выращивать зерно только потому, что теперь он для своих коров не может найти нормальное количество зерна. Он станет и плохим животноводом, и плохим хлеборобом. Вот это первая ситуация. Допустим, мы выдержали это давление, и розница вовремя почувствовала и начала передавать давление на дилера. Теперь самым слабым звеном у нас становится дилер. И теперь пришло его время быть выдавливаемым с рынка. Выдержит он это давление или не выдержит, зависит от того, насколько грамотно все остальные участники рынка понимают значение дилера в рынке. Понимаете, все игроки нам нужны, все игроки нам важны, они все выполняют какую-то функцию, и если на рынке вдруг какой-то игрок отсутствует, то это означает, что кто-то несет двойной функционал. К примеру, мы видим, у нас есть дистрибьютор, и у нас есть розница, у нас как бы нету явно выделенных дилеров, у нас есть ритейл, но на самом деле ритейл имеет свои логистические склады, ритейл сам пересортировывает палеты, развозит его по своим розничным точкам, и несет функционал дилера, просто он неявно выделен. И вот когда у нас в одном игроке объединяются несколько функций, он перестает конкурировать на рынке, как эта единица, он расслабляется, и естественная накачка мышц функционал, от конкуренции исчезает. То есть вместо сильного дилера мы получаем сильную розницу с ограниченным функционалом дилера. И когда рынки перевернутся снова, мы получим выпадание теперь уже этого крупного розничного игрока, потому что от него потребуется функционал дилера, а он забыл, что это такое. Если дилер выдерживает свою позицию, мы получаем следующую ситуацию, когда под удар начинает попадать дистрибьютор. У дистрибьютора очень сложная ситуация, потому что дистрибьютор, как правило, торгует договорами, то есть деньги через него проходят очень большие, но проходить должны очень быстро. И когда большие деньги перестают проходить, начинают совершаться большие ошибки. он начинает дергаться, он начинает требовать закручивать гайки. Любое закручивание гаек приводит к трещинам. Оно приводит к тому, что увеличивается давление еще сильнее, что-то ломается, и из дилера начинает рождаться новый дистрибьютор. И новый дистрибьютор решает, что теперь он лучше, чем старый дистрибьютор, может договориться с производителем. И он действительно договаривается с производителем, но ненадолго, потому что основной функционал его был не правами торговать, не распределять вовремя, не знать технологические карты производителя, не знать цели производителя, а каким-то образом обеспечивать взаимодействие с розницей. Он попадает в несвойственную ему ситуацию и получается слабый дистрибьютор при сильной дилерской сети. Это по-любому отражается на производителе и какие-то производители начинают гибнуть. Но не из-за того, что у них неконкурентно способный товар, не из-за того, что они не умеют организовать какие-то технологические дела, а только из-за того, что справа от них по цепочке появился дилетант, появился человек, который не понимает, как на этой позиции нести определенный функционал. И мы получаем вымирание производителей хороших, крепких, вдруг, вот ни с того, ни с сего. Мы видим просто причину сейчас и видим следствие. И теперь, когда вы увидите какую-то гибель производителя внезапную, вы должны понимать, внезапного ничего не бывает. Природа скачков не допускает. У всего этого есть какая-то скрытая причина, которую до этого мы не видели. Рассмотрим следующий слайд. На следующем слайде, на девятом слайде, я изобразил три возможные ситуации. Смотрите, что бы мы ни делали на рынке, какую бы роль мы ни занимали, мы знаем, что вообще на рынке есть вся вот эта пятерка игроков, но будучи в какой-то позиции мы все равно взаимодействуем только с двумя крайними. То есть, если я дистрибьютор, я взаимодействую с производителем и дилером. Что творится в рознице, мне может быть интересно, но сделать я с этим ничего не могу. И если розница что-то неправильно делает с дилером, повлиять я на это зачастую не могу, потому что у меня основные отношения у дистрибьютора отношения с производителем слева и с дилером справа. Я каким-то образом давлю на производителя, производитель каким-то образом давит на меня, как на дистрибьютора, я либо передаю это давление на дилер, либо преобразую его и каким-то образом сдерживаю и объясняю производителю, что сейчас давить не надо. Точно так же я либо забираю какое-то давление от дилера на себя, либо гашу его. Точно так же мы можем рассмотреть позицию дилера между дистрибьютором и розницей и розницу между дилером и потребителем. Итак, мы можем рассмотреть, какие цели есть у производителя. Мы можем рассмотреть, какие цели есть у дистрибьютора, какие цели есть у дилера, у розницы и у потребителя. И я бы хотел, чтобы в качестве первого домашнего задания, у нас там будет еще и второе в конце, вы мне сказали ваше мнение, какие цели у производителя, частично мы их разобрали, и каким образом, какими методами наш производитель давит на дистрибьютора. Подумайте хорошо, каким методом дистрибьютор давит на дилера, чем дилер давит на розницу, чем розница давит на потребителя. Давить мы можем договорами, давить мы можем юридическими методами, можем деньгами, можем ограничениями товара. Вот варианты я вам подбросил. А вы подумайте, для какого игрока свойственно какое давление. Для того, чтобы мы понимали, что иногда мы боимся денежного давления, а это давление не свойственно для этого игрока. И он на нас начинает давить тем методом, который для него более приемлем. А мы угрозу видим в том, что более приемлемо для нас. Я бы очень хотел, чтобы вы посмотрели на эту схему и решили, какими методами действовать будет производитель, как он будет давить на дистрибьютора, какими методами дистрибьютор будет давить на производителя и на дилера, какими методами дилер давит на дистрибьютора и на розницу, и какими методами розница давит на дилера и на потребителя. Теперь я хотел бы рассмотреть грабли, на которые обычно наступают наши игроки рынка. Как правило, одна из самых типичных граблей – это то, что нам не нравится, как работает другой участник по цепочке. И нам кажется, что если мы сами будем это делать, то у нас это получится намного лучше. Второй вариант, почему происходит замещение – это мы начинаем считать чужие деньги. Нам кажется, что если мы зарабатываем сколько-то в своей позиции, то кто-то рядом зарабатывает гораздо больше нас. И мы хотим заработать и сами, и его деньги забрать. Как в одной старой шутке, когда производитель спрашивает у торгаша, сколько у тебя на базаре продается в одной палатке, тот ему отвечает – продается полторы тонны твоей продукции. Он говорит – а у меня выпуск 4,5 тонны. Значит, выход очень простой. Давай поставим еще две палатки. И он наивно думает, что если мы поставим еще две палатки, то продаваться будет больше. Что типа просто не справляется эта палатка. Потому что он мыслит категориями производителя. Он считает, что для того, чтобы товар проходил больше, нужно просто поставить еще одну технологическую линию. Понятие спроса, понятие конкуренции на рынке, понятие наличия финансов для этого, он упускает. Следующие грабли – это кассовые разрывы. Посмотрите, мы посмотрели, что транспортные партии, закупочные партии, даже правильно сказать, закупочные партии слева направо разные. И поступление денег справа налево тоже разными частями идет. И очень часто люди поддаются давлению. То есть они не могут отдать какие-то деньги, неправильно им отдавать какие-то деньги влево. Они им нужны для жизни. Но они их отдают, у них получаются кассовые разрывы только из-за того, что они не понимают, как организовать переговоры и не понимают, как выставить условия, которые бы удовлетворяли всю цепочку. У них появляются кассовые разрывы, они начинают искать деньги на стороне или начинают занимать несвойственную им позицию только из-за того, что они не могут организовать свои дела. И не очень хорошо понимают, что любое давление слева является лишь просьбой дать им деньги. Если у меня денег нет, я должен находить определенные договоренности, находить какие-то условия, потому что и я важен рынку в своей позиции, и все остальные мне важны именно в своей позиции. Ругаться нельзя. Итак, кассовые разрывы, невыполнение договорных обязательств или суета и сложные заказы. Если я розница, мне кажется, что дилеру очень легко собрать для меня любой комплексный заказ. Дилеру точно так же кажется, что дистрибьютор очень легко нагнет производителя, чтобы тот перестроил свои технологические линии для того, чтобы стали выпускать не синенькие коробочки, а красненькие. И он упускает из виду факт, что есть технологии, есть сырье, есть уже какие-то инструменты и сырье, хранящееся на складах. И все не так просто. Мы должны запомнить, что чем правее игрок, тем больше хаоса и суеты. И очень часто те, кто слева, это не осознают. Потому что чем левее, тем больше терпения, сдержанности и продуманности. И вот теперь представим себе, что у нас есть розница, которая привыкла к суете и хаосу, и она становится дилером. И любая суета и хаос там становится опасной. То есть нужно больше сдержанности, терпимости, дисциплины. Но розница не привыкла к этому. И люди не привыкли к этому. Они привыкли находиться в состоянии напряга. И они этот напряг начинают передавать дальше. Или наоборот. Дилер становится розницей. И он начинает ужасаться от того хаоса и суеты, которая теперь на него свалилась. Всячески пытается его упорядочить. А упорядочить там без толку. Потому что это нормальное состояние для этого игрока рынка. Дальше мы должны понимать, что чем левее, тем больше цена ошибок. Потому что партии такие же. На одной партии можно уже потерять очень много. И если розница у нас не привыкла к такой цене ошибок, им кажется, что если не продалось или неправильно заказали, то мы очень легко поправим дела. То одна ошибка игрока из розницы, который неправильно занял свою позицию как дилера или дистрибьютора, может стоить ему бизнеса. Точно так же те, кто находится слева, становятся неповоротливыми и начинают очень долго считать, высчитывать риски, находясь в позиции розницы. Где скорость и принятие решений будет гораздо важнее, потому что цена ошибки не такая уж и большая. Зато чем правее, тем быстрее требуется принимать решения. Запомним, что чем левее, тем важнее нам отношения. Потому что игроков левее, меньше. Если нам кажется, что мы можем поругаться с кем-то и потом найти другого дистрибьютора, то оказывается, что между дистрибьюторами очень тесные связи. И с вами работать не очень-то и хотят. Кроме того, очень сложно найти дистрибьютора, когда их мало. И мы должны запомнить, что чем левее, тем отношения важнее. Резкие движения там неприемлемы. С другой стороны, чем правее, тем нам важнее различные ограничения и бюджеты. Потому что налички сваливается много, и эта наличка может бесконтрольно куда-то улетать. И мы обязаны слева розницу ограничивать различными нормами выплат, различными ограничениями, графиками платежей и прочими вещами, которые добавляют им дисциплину. Потому что возможностей у них больше, хаоса больше, решения более мелкие, и поэтому введение ограничений и бюджетов создает им дисциплину. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели цепочку игроков рынка. Теперь вы немножко другими глазами посмотрите на рынок. И я надеюсь, я смог вам донести, что все игроки рынка очень важны. И иногда мы видим плохие рынки только из-за того, что несбалансированы эти игроки или они не соответствуют уровню развития друг друга. Так, если во всей этой цепочке оказывается дилетант-дистрибьютор, то вся цепочка в общем профессионализме начинает проваливаться. Я бы очень хотел, чтобы вы решили еще одно домашнее задание. На последнем слайде, на десятом, предоставленный график небольшой. По оси Х у меня четыре игрока рынка. Производитель, дистрибьютор, дилер и розница. По оси У у меня просто определенная шкала от 1 до 5. И я бы хотел, чтобы вы вертикально напротив каждого игрока нанесли определенный значок, оценив его по 5-бальной шкале. То есть я бы хотел, чтобы вы по 5-бальной шкале оценили средний чек каждого игрока по отношению друг к другу. Один мы будем считать маленький средний чек, пятеркой мы будем считать большой или там огромный средний чек. Точно так же по 5-бальной шкале, чтобы вы оценили количество посетителей у каждого игрока. И просто нанесли вертикально квадратик, треугольник, ромбик, кружок и звездочку напротив нужного нам индекса. То есть если я считаю, что у меня у производителя средний чек высокий, большой, то я ставлю квадратик напротив пятерочки. Если я считаю, что у меня средний чек средний у производителя по отношению ко всему рынку, при прочих равных, то я ставлю его напротив троечки. Если у меня окажется, что напротив троечки мне нужно поставить и квадратик, и треугольничек, я просто их ставлю рядышком друг с другом. Я бы очень хотел, чтобы вы заполнили эту табличку и выслали ее мне. Получив эту табличку, я вам сброшу, получив этот график, скажем так, нанесенные эти показатели, я вам сброшу показатели других людей. И вы сможете посмотреть, кто думает так же, как вы, а кто думает по-другому, и сколько вас таких. Если у вас возникнут вопросы по всей лекции, вы можете их задать. Я с удовольствием на эти вопросы отвечу. На сегодня все. До третьей лекции. До свидания. Продолжение следует...